Пополнить фонд сельскохозяйственной продукции планируется за счет поставок из Украины. Так была заглавлена публикация на сайте законодательного собрания Красноярского края Российской Федерации, где были приведены строки из текста постановления про экспроприацию украинского продовольствия. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования. Подобное заявление от законодательного органа можно было бы расценивать как анекдот, если бы сейчас у нас не происходила война с этими же самыми законодателями, и если бы российская власть не вела бы себя как мародер в лучших традициях большевиков-сталинистов. В финансовом измерении хлеб не является самым дорогим предметом в мире, это один из самых доступных продуктов. Когда он есть, когда же хлеба нет, он бесценен. На дворе 2022 год, но как же все-таки попахивает 1932-м, когда таким же точно образом российско-большевистская саранча отбирала у украинцев хлеб, обрекая миллионы людей на голодную смерть. С первых дней широкомасштабного вторжения на территорию Украины армия России не только убивает, насилует и уничтожает имущество, но и ворует буквально все, что видит и до чего может дотянуться. И это уже не выглядит как спонтанный процесс, в который вовлечены исключительно отдельные криминальные индивидуумы с российскими военными билетами в карманах. Совершенно очевидно, что разграбление имущества украинцев и украинского государства это сознательная политика Москвы, почти тождественная калька с Голодомора, устроенного Сталиным в 1932-33 годах. Да и вообще русская армия не творит ничего нового. Если кто-то до сих пор думает, что советские солдаты были непогрешимыми ангелами-борцами со злом во время Второй мировой, то спешу огорчить. Всегда и везде после себя русский солдат оставлял растерзанную Бучу, Ирпень, Гастомель, Мариуполь. Известно ли вам о зверствах Красной Армии в отношении мирных жителей Европы? Польша, Германия, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Сербии? О десятках и даже сотнях тысяч женщин и девочек, подвергшихся насилию и надругательству освободителей. Этот замалчиваемый в России факт истории Второй мировой, о котором не принято говорить вслух, сложная и болезненная тема, изобилующая шокирующими подробностями, которые мы даже не можем привести здесь из-за ограничений Ютуба. Но если вам интересно узнать об этом больше, заходите к нам на Патреон, где мы выложили отдельное специальное видео со свидетельствами очевидцев преступлений Красной Армии против мирного населения Европы. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Идем дальше. Напомню, что мы говорим о воровстве России украинского продовольствия в духе голодомора, устроенного Сталиным. Однако сегодня ситуация несколько иная, чем 90 лет назад. Сейчас россияне должны оглядываться на массу мощных санкций, введенных против них из-за совершения ряда военных преступлений на территории Украины и учитывать вполне реальную перспективу мощного экономического кризиса в России. Факты массового хищения украинского зерна и других продуктов питания выглядят абсолютно логичными. Путин хочет обезопаситься от голодных бунтов своих подданных. Однако напомним несколько наиболее характерных событий, которые иллюстрируют характер действий оккупационных российских войск на украинской территории. 21 марта из Бердянского морского порта россияне похитили пять кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн зерна. По состоянию на 29 марта российский военный флот заблокировал в Черноморском регионе более 90 гражданских судов, предназначенных для перевозки зерна и прочего продовольствия. В итоге ключевые логистические хабы по экспорту украинских зерновых приостановили работу, а самые большие хранилища с запасами украинского зерна оказались под угрозой захвата россиянами. Во второй декаде апреля в оккупированном Крыму зафиксированы грузовые поезда северокавказской железной дороги с надписями «ЗЕРНО», по которым россияне вывозили зерновые из материковой Украины. Кроме этого, очевидцы из Автономной республики Крым сообщили, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсона. 25-26 апреля зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила сельхозтехнику и зерно из сельхозпредприятий Мелитопольщины в сторону Крыма. 27 апреля вооруженные российские военные ограбили сельхозпредприятия в городе Каменко-Днепровская, Запорожская область, похитили 61 тонну пшеницы и другое имущество и вывезли на грузовом транспорте того же предприятия. Херсонщина. 28-29 апреля оккупанты вывезли в Крым 1500 тонн зерна, камазами, зерновозами с крымскими номерами и логотипами «Крымзернотранс» из элеватора в селе Малая Лепетиха, а позже эти же камазы, только пустые, заехали в Новорайск для загрузки зерна с новорайского элеватора и вывоза его в Крым. Русские полностью уничтожили открытый в 2020 году современнейший элеваторный комплекс в Рубежном. На него были сброшены мощные российские бомбы. На комплексе могли хранить одновременно 30 тысяч тонн зерна. В оккупированных городах Луганщины зафиксированы случаи вывоза украинского зерна в Российскую Федерацию. Ранее русские оккупанты также уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке. Российские войска вывезли с оккупированных территорий Украины только в направлении временно оккупированного Крыма около 400-500 тысяч тонн зерна. На этом фото балкер «Матрос Позынич» с украденным украинским зерном в сирийском порту Латакия по состоянию на 8 мая. Судно идентифицировала команда CNN. По данным журналистов, в конце апреля балкер снялся с якора в оккупированном Крыму, отключил навигаторы и отправился через Босфор в Египет. Но местные власти уже были предупреждены, а от партии отказались. Та же судьба ждала груз орков и в Бейруте. В конечном итоге русские поплыли в Сирию. И вот в это самое время, когда происходит массовое воровство украинского продовольствия, в Госдуме Российской Федерации придумали, как все это оправдать, как оправдать кражу украинского зерна. Знаете как? В чисто российском стиле. Спикер Госдумы РФ обвинил США в желании устроить голодомор в Украине. Володин пишет, США ищут пути вывоза зерна с Украины. В Вашингтоне думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор. Уже сейчас можно констатировать, что на оккупированных территориях Украины, в частности в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, почти все зерно и сельскохозяйственную продукцию захватчики экспроприировали и вывезли в Россию. Но это еще не все. Российские оккупанты работают на перспективу, заставляя украинских фермеров проводить посевную и цинично предупреждая, что весь урожай они заберут себе. Здесь уже речь идет о рабском труде. Так, в начале апреля вооруженные кадыровцы, угрожая убийством, присвоили сельскохозяйственную технику и запасы зерна агрария из Херсона. Работников предприятия заставили работать на себя, обрабатывая 20 тысяч гектаров угодий хозяйства, что называется за еду. Тем, кто хотел бы отказаться от работы в таких условиях, пригрозили отрезать головы. Российские оккупанты разграбили в Мелитополе дилерский центр агротехники Джон Дир, украв в общей сложности 27 единиц техники, стоимостью в 5 миллионов долларов. Но воспользоваться техникой мародеры не смогли. Тракторы и прочее оборудование было отключено дистанционно после того, как его доставили в Чечню за 700 миль от Мелитополя. Теперь бородатые тикток-воины рассеянно чешут репу и удивляются, как так произошло. Вот уж действительно цивилизационная война. Еще один факт. В Чаплинском районе Херсонской области российские захватчики разрешили фермерам сеять только зерно и подсолнечник, при условии, что фермеры безвозмездно отдадут им 70% будущего урожая. Настоящая нация мародеров по-другому россиян назвать невозможно. Зловонный дух мародерства пронизывает всю РФ, от верхов до самых низов, в то время как российская пропаганда создает имидж государства, которому якобы все завидуют. Россия веками культивировала свой образ якобы богатой страны, населенной состоятельными людьми. Особенно мощно этот миф начал продвигаться на экспорт с момента прихода к власти нынешнего бункерного фюрера. Роспропаганда, к сожалению, сработала достаточно эффективно, ведь этот лживый месседж о сплошь обеспеченных россиянах в 2000-х прочно утвердился в головах жителей соседних стран. Украинцев тогда, к сожалению, это тоже не обошло. До 2014 года значительная часть населения Украины находилась в плену мифов о состоятельности россиян. Воображаемая Россия якобы процветала, благодаря телевизору и десяткам тысяч гастарбайтеров, которые ездили за длинным рублем к северному соседу. Действительно, украинцы тяжелым трудом зарабатывали в России больше, чем на своей земле. В то же время, работая за пределами обеих российских столиц, они прекрасно видели правдивую картинку русской глубинки. Поэтому, заработав деньги сразу же возвращались домой. После 2014 года ситуация начала меняться. В условиях войны пелена словно спала с глаз, и вектор заработков украинцев переориентировался четко на Запад. Конечно, здесь сработал целый комплекс факторов – от патриотизма до экономики. Но не стоит сбрасывать с весов ту же Роспропаганду, которая, нацифицируя украинцев в глазах своего скрепного населения, сделала себе выстрел в ногу. Жители России, искренне поддерживая свою преступную власть, начали инициативно выливать в соцсети столько антиукраинского контента, что даже у самых ожесточенных русофилов отпало желание общаться с ними. Украинцы постепенно начали открывать глаза на правду. А правда была простой. Рядом с нами живет многомиллионная морально деградированная орда. Завистливые, беспринципные, ленивые и алчные люди показали себя во всей красе – массовым одобрением оккупации украинских Крыма и отдельных частей Донецкой и Луганской областей. С экранов Рос-ТВ и в соцсетях на Украину и украинцев были вылиты тонны оскорбительных слов. Впрочем, случались среди них и забавные перлы, которые в полной мере раскрывали правдивый русский характер. Этих перлов много – распятые мальчики в трусиках, перл про двух рабов, истребление снегирей и т.д. и т.п. Не могу не процитировать любимое и характерное для темы нашего разговора о якобы зажиточных россиянах. 2015 год. Россиянка увидела, чем кормят украинцы своих детишек в садике и прокомментировала это так. «Он тут новости показывали, где-то видано, у них война прошла, у них дети в детском саду едят гречку и такую большую котлету. А у нас гречку, что такое, дети даже в садике не знают. У нее толком не дают, потому что она дорогая, потому что мы все Украине свою отдаем». К сожалению, чтобы окончательно отряхнуться от пыли российской пропаганды и избавиться от иллюзий относительно северного соседа, в 2022 году украинцам приходится переживать кровавую драму. Сейчас мы видим оскал российского шовинизма как в увеличительном стекле – в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Сумах, Буче, Гастомеле, Бородянке и в сотнях других украинских сел и городов. А еще, благодаря нашим спецслужбам и специалистам-волонтерам по исследованию соцсетей, мы слышим голоса этого глубинного народа. Родные люди, солдат Росармии, мамы, жены, друзья, родители в соцсетях открыто одобряют агрессию против Украины. В десятках перехваченных телефонных разговоров мы слышим, что войну против нас они рассматривают как возможность обеспечить себе безбедную жизнь, а ограбление наших жилищ – как поход в супермаркет. Они просят своих солдатиков воровать все – телефоны, телевизоры, унитазы, велосипеды, драгоценности, спиртное, сигареты и даже белье. Трусы. Банальные трусы. Нет, не только женские. Это, может быть, как-то можно было бы объяснить. Но русские воруют даже мужские трусы. Мужские поношенные трусы. Скрепно. Очень скрепно. Ну, отставим в сторонку моральную сторону мародерства. Посмотрим на эти факты с точки зрения рациональности. Итак, россияне отправляют по почте за тысячи километров старые майки, трусы, поддержанные утюги, фены, телефоны, обувь, телевизоры. Но это же дорого. Проще было бы эти вещи купить. Разве нет? Тогда чем объяснить целесообразность такого трафика? Получается, что в русской глубинке привычные для украинцев вещи – это что, заморская диковинка, недоступная им в повседневной жизни? И такому выводу есть вполне документальное подтверждение. Уже известно, что россияне-мародеры отправили из Беларуси несколько тонн посылок с награбленным в Киевской области. География получателей – от столицы России до самых дальних окрестностей. Но фокус состоит в том, что они не только жадные, но еще и, извините, туповатые. В считанные дни активисты вскрыли базу данных почтовой компании и составили карту мародера. Другие специалисты составили онлайн-карту, к которой привязаны личные данные воров, мародеров и убийц – от домашнего адреса до номеров паспортных документов. И вот здесь пришло полное понимание того, кем является наш враг. Благодаря обнародованным персональным данным и современным технологиям можно воочию увидеть то, как и где живут эти изверги, которые убивают и грабят украинцев. Невероятно. На самом деле, это же страна голодранцев, живущих в домах и бараках образца 19 века. Нищенский быт, заброшенная окружающая среда дает четкое понимание того, что для них потрепанный унитаз – действительно ценный трофей. А танки и БМП, наполненные украденными матрацами и коврами советской эпохи – это все какие-то извращенные нищенские понимания россиян о роскоши. Тысячи и тысячи обнародованных ныне фото и видеофактов бесстрастно констатируют, что богатые россияне – это фейк. Даже хуже. Все вместе они – это вороватая, агрессивная, безнравственная болота. Эти 140 миллионов, как говорит российская статистика, а скорее всего россиян миллионов 90, все это сплошные войска Z – деградирующая нация потомственных кровожадных неумных генетических мародеров. Да, кстати, по поводу новости, приведенной в начале. В России поспешили сообщить, что постановление об экспроприации украинского продовольствия – это фейк. Ну, конечно же, в ЗАГС собрании заявили, что их сайт был взломан. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины – фейк. Она удалена из ленты. На данный момент сайт работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе парламента. Прекрасная российская тактика. Творить беспредел, но не называть это беспределом. Или вообще никак не называть, а делать молча. Только ведь смысл содеянного от этого все равно не меняется. Россияне все прекрасно видят ваши доблестные дела на тысячах фото-видеосвидетельств и аудиозаписей. Вы воруете, насилуете, убиваете. И самообман о том, что вы, россияне, непогрешимы, приведет вас к тому, к чему подобное привело немцев в 1945-м. Упадете вы очень больно. Выживут далеко не все из вас. А тем, кому повезет, даже не оставят выбора, где жить – в восточной или западной Москве. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok